Алексей Ильич, а правда ли, что... Это не я спрашиваю, я зачитываю вопрос от зрителей. Правда ли, что коронавирус нам послал сатана? Господи, а почему коронавирус? А Тагарполь, интересно, кто послал? А ТИФ? А чему? Это что ж такое? Сатана. Всё время... Благодарю за этот вопрос. Смотрите, всё время. Вот я знаю точно. Я никогда не виноват. Виноват он, она особенно виноват, а они? А уж бесы, конечно. Но не я же, ну что вы! Это сатана придумал коронавирус. А не потому, что я. А кто я? Об этом даже не думаем. Даже. Всё бес. Недаром рассказывает такой, ну, полуанекдот. И Кумен начинает... Ходит ночью, смотрит в кельях что-то. В одну келью смотрит, там огонёк. А великий пост был. Монах на свечке пытается яйцо варить. Так этот старец говорит, что ты без такой соблазнителя? А он говорит, нет-нет, я сам учусь у вас. Конечно, анекдот. Всё, только сатана. Мы-то хорошие. Но вот сатана мешает нам. Вот оно, порень, гордыня. Мы хорошие. Все вокруг нас виноваты. Вы посмотрите, это какой-то ужас. А сейчас, вы знаете, это просто вот пандемия. Все, вы посмотрите, непрерывно осуждать всех. Сверху донизу. Это просто какой-то кошмар. Такая гордыня. Просто диву даёшься. Человек ничего не понимает в политике, осуждает всех политиков. Ничего не понимает в церкви, а осуждает всю иерархию всех монахов и священников. Я вот просто так хочется сказать, слушайте, вы учёных подавайте, вы каких-нибудь там занимающихся изучением микромира. Посудите их, что они наворочили на этих, знаете, электронов, мизонов, протонов, всяких волн и так далее. Ну что это такое? Прямо очевидная гордыня. Вы слышите, я ничего не понимаю, начиная осуждать всех. Слышите, кто я? Вот уже действительно сатана. Алексей Ильич, а если, уже вопрос от меня, а если обидел, смутил людей, всегда нужно извиняться? Ну, обычно, обычно, конечно, это нужно извиняться, конечно. Это, конечно. Бывают исключения некоторые, но очень редкие в монашеском. Это был один такой случай, я прочитал в Арценинфе Великого, когда один монах пришёл к нему и сказал, вот мы работали вместе, и один мой брат, друг без всякой причины, в общем, начал меня оскорблять, ругать и так далее. И спросил, нужно ли мне пойти к нему и попросить прощение. Арценинфе Великий, зная и этого монаха, и там брата сказал, нет, в данном случае этого не делай, потому что он может подумать, в данном случае, что так можно вообще поступать в своей жизни. Но это редкое исключение. Как правило, лучше извиниться всегда. Всегда на душе будет больше мира. Алексей Ильич, с этим напутствием я продолжу программу. Я вам очень благодарен за то, что вы пришли, за то, что вы согласились, и за то, что вообще как-то это, общаетесь со мной, с нашими зрителями. Для меня это очень ценно. Я сегодня хочу это особенно вам сказать. Это не лицемерие ни в коем случае, уж не подумайте. Ну, спасибо вам большое, Алексей Ильич. Обнимаю вас. И старт нашей программы на Пасху. Всего вам доброго. Все будут кушать куличик, яичко, и нас с вами смотреть. Алексей Ильич, я вас обнимаю. До свидания. Спасибо вам большое. Спасибо.